Спасибо большое. На самом деле непростая победа. Команда первой лиги, но с хорошей поддержкой болельщиков, хороший антураж. И очень важно было в этой обстановке, скажем так, сработать и с позиции силы, и уверенно сработать на футбольном поле. И ребят настраивали после, к сожалению, не совсем хорошего результата предыдущего тура. Естественно, важно было реабилитироваться перед нашими болельщиками, которые, конечно же, ждали сегодня от нас победы. И очень важно было вот этот настрой передать ребятам для того, чтобы самое главное не было недооценки, что это команда первой лиги и что мы эту команду легко обыграем. Как показала игра, не все так было легко, как могло показаться. Но, тем не менее, конечно, победа заслужена. Но, тем не менее, в концовке уже была такая немножко, мне как показалось, агрессивная игра. Счет 1-0. И вот когда уже Володя пенальти забил 2-0, где-то тут чуть-чуть эмоции перехлестнули. Мне кажется, даже в большей степени соперника. Поэтому не хотелось бы, чтобы в такой вот ситуации кто-то из ребят еще, не дай бог, получил травму, потому что уже через три дня очень важно играть чемпионат. В целом, победа заслужена. И очень важно то, что те ребята, которые дебютировали в составе нашей команды, я имею в стартовом составе, это и Захар Холодов хорошо сработал. Очень важно было, чтобы ребята, которые по-опытнее, по-старше, которые имеют уже опыт выступления в высшей лиге, помогли ему тоже хорошо себя чувствовать на футбольном поле. И в этом отношении все хорошо получилось. Поэтому двигаемся дальше. Поздравляем «Минская Динамо» с победой наших болельщиков. Как Вы сказали, 1-16 финала – это, как правило, шанс для молодежи в плане дебюта. Сегодня у нас два дебюта. Как в целом оценить? Понятно, что Холодов сыграл весь матч, Юра сыграл меньше. Как в целом оценить ребят сегодня на поле? Хорошо, еще раз говорю, потому что очень важно было, во-первых, сначала добиться результата, надо было посмотреть, какой характер игры будет. Но в целом, еще раз говорю, характер был очень непростой. И, конечно же, может быть, в идеале мне бы хотелось, чтобы мы заранее, раньше времени, скажем так, решили исход встречи, но все было как бы так не очень, скажем так, 1-0. 1-0 – это все так на тоненького, любой эпизод. И был один опасный удар во втором тайме, где в дальний угол парень пробивал, и мяч разминулся с дальним углом. Это хорошо, что так не попал он в дальний угол, хотя момент был опасный. Так, в целом, еще раз говорю, молодежь порадовала. И Захар Холодов, и Иван Ховалко, и Юра Крапченко вышли, как бы сработали. Понятно, что хотелось бы, чтобы они больше времени получили, но, опять-таки, нужно понимать, что матч был непростой, и по счету все еще было не до конца понятно. Как только счет стал 2-0, конечно, чуть по свободности стало. Сегодня и матч был непростой, и погодные условия, если честно, сегодня не порадовали. Насколько Ливинис, можно так сказать, внес коррективы в сегодняшний день? Мы на внешний фактор не обращаем внимания. Понятно, что в небесной канцелярии мы не можем заказать дождь, солнце, жару, холод. Поэтому в этом отношении принимаем те обстоятельства, которые есть, и стремимся всегда показывать хороший результат, хорошую игру при любых обстоятельствах, неважно, какие погодные условия. Но большой плюс в том, что мы сыграли на центральном стадионе в Жодино, для хорошего качества поля и дождь. Поначалу, когда он был не сильный, конечно, ускорял, скажем так, игру за счет того, что влажное поле было, и мяч хорошо двигался, и было приятно ребятам играть на хорошем газоне. Матч с машиной у нас буквально в субботу. Два дня на подготовку. Хватит ли этого в команде, чтобы тщательно подготовиться? Мы не впервые сталкиваемся с таким графиком плотным. Понятно, что тут время только на восстановление, на грамотное восстановление. Здесь надо учитывать то, что включается полностью персонал в работу. Медицинский штаб, массажисты, ребята, врачи. То есть здесь по полной программе самое главное восстановить ребят эмоционально. Физически я уверен, что мы хорошо готовы, и мы восстановим силы. Вот эмоционально здесь важно поработать немножко. Поэтому в этом отношении на хорошем фоне после победы, естественно, быстрее восстанавливаешься. И хотелось бы, чтобы на этом эмоциональном, скажем, положительном фоне мы подошли к игре с Белшиной. Я думаю, что все будет хорошо.